Привет! С вами снова Софья с рубрикой «Кейсы». Сегодня я хотела бы рассказать об очередном проекте на поприще иллюстрации, о моих иллюстрациях для подкастов «Райк». Этой осенью, осенью 2020 года, мне поступил запрос от одного из моих знакомых, который занимается музыкой. С тем, чтобы проиллюстрировать подкасты, которые выпускают «Райк». Я думаю, что все слышали про эту классную компанию. Они занимаются координированием бизнес-процессов онлайн, то есть фактически делают расписание, распределяют задачи для крупных и не очень брендов, компаний и управления их персоналом. Фактически я работала через платформу «Райк» вместе с «Амлаб», когда я делала курсы для них. И поэтому это было мое первое знакомство с платформой. Мне тогда очень понравилось. И даже в какой-то момент я хотела перевести «Мирайдово скул» полностью на эту платформу. Но наша бутик-школа настолько мала, что, пожалуй, мне проще сказать словами, что нужно сделать, чем забивать это куда-то в задачи. Так вот, мне написал Антон Анохин и попросил сделать картинки для подкастов. Я подумала, ничего себе, айти-подкасты? По-моему, это классно. Во-первых, у меня супруг в программировании, и я постоянно слышу что-нибудь про программирование, про разные новые изобретения. Мне это нравится, и мне эта тема близка, хотя я сама к айти не имею никакого отношения. Я подумала, да, здорово. Плюс хорошая оплата практически так же, как в журналах, но заказов больше. То есть примерно по 4-5 подкастов в месяц. Я подумала, супер! Это то, что нужно, это то, о чем я мечтала. И что самое классное, когда мы общались со всей командой дизайна «Райк», мы пришли к выводу, что стилистику и стилизацию проекта могу выбрать я сама. А поскольку я оттачивала свой стиль, о котором рассказывала еще в первом выпуске кейсов по Цитадели, я решила сделать иллюстрации именно в этом духе, потому что технику я уже отточила на своих фантастических рассказах и на многих проектах для журналов и других крупных клиентов. Я подумала, это классно. Во-первых, потому что это достаточно живо, в отличие, например, от реалистичных отрисовок, это могло бы быть слишком скучно в IT-подкасте. А здесь бывают всякие классные необычные темы про прыгание в разные бассейны или водоемы и IT, и про пиво в Чехии и IT. В общем, странные достаточно корреляции, но при этом очень интересные. И именно на них могут родиться классные сюжеты для иллюстрации. А я вообще люблю работать над сюжетами, больше, наверное, даже, чем над самой графикой. Поэтому, естественно, я согласилась и постепенно пошла работа. И нарисовав, наверное, пять или шесть картинок, я поняла, что, блин, как здорово, мне очень нравится. Очень здорово, когда вы с клиентом и заказчиком на одной волне, и когда тебе присылают адекватные техзадания. В случае с Райком мне приходит в Райке, конечно же, задача, где есть описание подкаста, где есть описание, соответственно, спикеров подкаста, фотографий спикеров подкаста и разные аллегории, которые можно воспользоваться во время отрисовки сюжета. Это очень здорово, это очень качественное ТЗ, которому, наверное, могут позавидовать большинство иллюстраторов, да, моих коллег, с которыми я работала. Потому что мы постоянно сталкиваемся с какими-то неадекватными брифами, где ничего не понятно, и нужно все уточнять. В этом случае было все понятно и понятно до сих пор, и это, по-моему, классно. И нарисовав, по-моему, десять или одиннадцать иллюстраций к подкастам, я уже поняла, что вышла целая стройная серия из иллюстраций в одной стилистике, в одном духе и с одной степенью убедительности персонажей, да, то есть нужно было рисовать их более или менее похожими на себя, но в то же время нереализм. А согласитесь, это самое сложное, когда тебе нужно нарисовать что-то, ну, скажем так, мультяшное, но добиться определенной степени похожести. И не у всех и не всегда это получается. И это довольно сложно, особенно когда человек, которого портретируют, видит вот это изображение, где он нереалистичен, и как он к этому относится. Слава богу, у меня не прилетело ни одного нерестного отзыва, и это очень приятно. И под завершение года, 2020-го, Антон написал мне с тем, что подкасты пока что приостанавливаются на некоторое время, но у них есть крутой фестиваль Дартап, и давай-ка порисуем для него. А там было какое-то космическое количество иллюстраций, которые нужно было сделать довольно быстро, и суть этого проекта была в том, что нужно было отрисовать якобы фоторепортаж с события. Поскольку все мы знаем, массовые события сейчас запрещены, и нельзя организовать классный фестиваль по IT-офлайн, ребята сделали это онлайн, и у них получилось с ног сшибательно. И когда я делала материалы, мне нужно было часть из них сделать до конференции, и часть после. И плюс работы с командой Райк в том, что у них есть все материалы о предыдущих фестивалях, о предыдущих событиях, у них есть фотографии спикеров, ссылки на всех спикеров, и поэтому, когда мне нужно было нарисовать фотографию завершения фестиваля, на которой должно было быть около 20 с лишним человек, и все они должны были быть узнаваемы, я очень порадовалась, что у меня есть такие классные клиенты и заказчики, у которых весь этот материал уже готов, и мне не нужно сидеть в интернете и искать каждого спикера, заходить в его фейсбук или инстаграм и фоткать фоточки. Нет, все уже готово, и это здорово. Поэтому, работая с клиентами, мне кажется, иллюстраторам нужно немножко их воспитывать и рассказывать, что вот, а вот в прошлый раз у меня было вот так, смотрите, как классно. Делиться таким опытом, потому что тогда заказчик поймет, что он тоже часть проекта, он тоже часть вашей работы, и делая какую-то адекватную подготовку брифа, подготовку техзадания, он также является частью результата. И это не работа иллюстратора, находить тонны материала, тонны информации, которые помогут сделать ему свою работу. Нет, если это есть техзадание, это намного упрощает и ускоряет процесс. Поэтому еще раз повторюсь, что опыт конкретно этого кейса показал мне, что даже такие простые задачи, как отрисовка иллюстрации для подкастов и для фестивалей, может быть не просто интересной, но и захватывающей, поскольку готов материал, поскольку готовы интересные сюжетные названия лекций и происходящих подкастов, и это очень здорово. И отдельным, наверное, плюсом я хотела бы отметить то, что когда вы работаете с крупными такими брендами и крупными компаниями, неважно, что это IT, фэшн или что-то в этом духе, у них уже есть брендбуки, в которых есть готовая палитра цветов, в которых есть формула стилизации персонажей. Все это готово. Вы можете всем этим воспользоваться и быть тогда более успешными в своей работе. И на примере конкретно моего сотрудничества с Райком и фестивалем Дартап, я бы сказала так, что, возможно, если бы не было четкого ТЗ, например, по колориту, то я бы сделала все совсем иначе. И это выпадало бы из общей концепции и стилистики компании. А так, когда у меня уже была канва, были рельсы, я смогла сделать что-то настолько близкое по духу ко всем этим проектам, что к компании Райк, что непосредственно к фестивалю IT. Вот примерно такой кейс. Я надеюсь, что вам было интересно понаблюдать за процессами. Интересно было послушать о том, как все это происходило. И верю, что из нашей рубрики можно выжать в какую-то пользу для любого иллюстратора, как новичкам, так и профессионалам. Спасибо, что были со мной. До скорой встречи!